Возвращаемся к беседе с Леоном Вайнштейном. Возвращаемся к беседе с Леоном Вайнштейном. Возвращаемся к беседе с Леоном Вайнштейном. Давайте начнем с того, с чем идет президент Демократической партии на праймарис? Это самая большая проблема, которая у них на сегодняшний день есть. Потому что традиционно таких социалистов и тех, которые говорили, что они социалисты, и тех, кто не говорили, они были, но они не оказывали влияния на платформу Демпартии и на платформу кандидатов. Кроме Берни Сандерса, мы знаем, что на самом деле в это время там игралось очень грязно. Везде, где Хиллари Клинтон почему-то идет вокруг грязная игра. Значит, вот сейчас основное, с чем Демократическая партия идет на выборы, это Трамп плохой, Трамп плохой, Трамп очень плохой. И с Трампом вот вам может кажется, что вам стало лучше, но на самом деле вам стало хуже. Хуже, 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 хуже. И так как это постоянно повторяется прессой, то они надеются на то, что вот это ощущение, что неважно, что действительно важно, что мы это слышим все время с радио, телевидения, газет и прочее, оно повлияет на избирателей. Все остальное, что они предлагают, это какие-то абсолютно сумасшедшие предложения. Ну, самое сумасшедшее, мы знаем, это та самая, значит, Аказио Кортес. Кстати, я вот во время перерыва залез, и первое, что я, значит, посмотреть на интернете, что там говорится про ее президентские амбиции, и первое, что выскочило, это, что, значит, вот она уже организовала веб-сайт, на котором написано, значит, Аказио Кортес, значит, президенты в таком-то году. Дай бог, что называется, нам прожить без нее в Америке. А теперь, значит, с чем они идут? Во-первых, безумное совершенно предложение, по которому они даже сами отказывались голосовать. Сначала сделали его под названием, значит, новое зеленое соглашение, да, New Green Deal. Понятно, так сказать, New Deal это был, значит, FDR. А, значит, вот наша, так сказать, сегодняшняя мадам, Александра Ангександрия, она, значит, новое зеленое соглашение. Что оно значит? Оно значит, что мы полностью должны перестроить всю американскую промышленность, посадить самолеты, перестать ездить на машинах, перестать использовать отопление, как мы его сейчас делаем, перестать использовать кондиционеры, перестать использовать станки практически 100% на наших фабриках и заводах. И, значит, производить электричество, если мы хотим электричество исключительно с помощью ветра, солнца и движения рек. Ну, в Советском Союзе уже поворачивали реки вспять, мы уже в курсе этого дела, значит, потому что иначе ровно через 11 лет и 9 месяцев, когда она это опубликовала, было 12, я отнял 3 месяца, значит, мы сгорим, необратимые совершенно явления произойдут на Земле, и все это из-за того, что мы вот прямо в сию секунду не стали бороться с углекислым газом в атмосфере. Я абсолютно уверен, что я не знаю, что такое углекислый газ, вот почему-то у меня есть такое ощущение, да. Вот. Потом вторая идея, с которой, значит, 100 человек из Конгресса и Сената подписали вместе с ней, что немедленно надо двигаться в эту сторону. Пожалуйста, сказал, значит, в Сенате, значит, сказали республиканцы, давайте выставим это на голосование. Как только они это сказали, поднялся жуткий вой в стане демократов, что это политический маневр, как он смеет. Почему как он смеет? 100 человек предложил, а он выставил на голосование. Значит, если вы помните, то ни один не проголосовал за. Значит, все, значит, 4 демократа проголосовали против, а все остальные проголосовали воздержался. Вот. То есть, не хватило яиц, не сказать, да, я за это, нет, я против этого. Второе гениальное предложение, которое они высказали, это Medicare for All. Если первая история должна была стоить нам где-то порядка 700-800-900 триллионов долларов, неважно, цифра уже не имеет значения, потому что как только это там больше, чем оборот земли всей, то, значит, я имею в виду торговля на всей земле, это перестает иметь какой-либо смысл. То вот Medicare for All, как его они себе представляют, тоже должно стоить где-то 93 триллионов долларов за ближайшие 10 лет. Откуда их брать, никто не знает, но они говорят, ну это хорошо, это хорошо. Вот вы что, против того, чтобы у людей были хорошие условия для медицины? Нет, не против. А, вот давайте что-то делать. Говорят, а деньги где взять? Ага, какие вы меркантильные, и все, о деньгах, о деньгах, о деньгах. А надо думать о благе людей. Я сейчас пытаюсь объяснить и показать, с чем демократы идут на выборы. И вот эти идеи, которые невероятно легко разбиваются, невероятно легко на самом деле парируются и объясняются людям, которые начинают за месяца-два до выборов президентских обращать внимание, собственно, что происходит. Объясните им, что, ребята, если вы хотите отказаться от своих машин, если хотите отказаться от... Если хотите, чтобы медицина была, как в Советском Союзе или там в Венесуэле, тогда, пожалуйста, голосуйте, вот у вас есть кандидат. А если вы хотите нормальную жизнь, то есть другой кандидат. Но из-за этого, я думаю, человек, который еще не объявил даже, что он в этой гонке участвует, я имею в виду нашего бывшего вице-президента Байтона, да, он, значит, по всем опросам, значит, 30% демократов хотел бы увидеть его, значит, во главе демократической партии. А, значит, соответственно, все... Сколько их сейчас? 20 кандидатов? 18 кандидатов. 18 кандидатов. Сейчас есть официальные, думаю, будет 20. Вот, если все остальные проценты раскидываются, там, так сказать, второй, там, Берни Сандерс, третий, значит, мэр маленького городка, он все называет Мэр Питт. Ему так нравится, так сказать, что мы называли Мэр Питт. Бутиджич. Да. Фамилия Бутиджич. Да. Что, так сказать, очень, на самом деле, это самое забавное, если что-то происходит. Мне, честно говоря, казалось, что Камила Харрис будет лидировать, потому что она, так сказать, с одной стороны черная, с другой стороны женщина, с третьей обаятельная, с четвертой была в Калифорнии, значит, генеральным прокурором, умеет хорошо говорить, там, и тому подобное. То есть, как бы казалось, что вот она отвечает всем тем условиям, которые ставила, значит, партия демократическая, чтобы обязательно был, так сказать, женщина черная или черный мужик лучше женщина, а еще лучше, если будет гомосексуалист или лесбиянка, тогда все просто от нас. Вот. Но поэтому, значит, в первой тройке у них три белых, все, значит, white privilege у всех была, значит, из них два всю свою жизнь ниоткуда не ходили, никуда, кроме как из Вашингтона не вылезали. Значит, у третьего нет никаких, никаких совершенно умений руководить в них неполитикой государством, промышленностью и тому подобное. То есть, никаких. Ноль. По сравнению с ним, ну, скажем, так сказать, Сара Палин просто была величайшим, крупнейшим деятелем промышленности, я не знаю, так сказать, международных отношений, да. Но она боярки не парень, не гомосексуалист. И все время об этом говорят, я гомосексуалист, гомосексуалист. Ну, представляете, да, если бы кто-то ходил и говорил, там, так сказать, а я сплю только с женщинами, а я сплю только с женщинами, а я сплю только с... Ну, его смотрели бы как на сумасшедшего. А это у них почему-то считается, если часто об этом говоришь, а еще говоришь, что АПЭН, например, не любит гомосексуалистов. Неважно почему, он говорит, ну, так, а не любит. А я гомосексуалист, АПЭН не любит гомосексуалистов. То все, тебя, значит, уважают и много денег тебе посылают. Ну, ладно. Это я так. Нет программы на сегодняшний день у демократической партии. Есть только совершенно психованные идеи. Значит, когда их начинаешь прибирать к стенке, они начинают говорить, что, ну, это не программа, это просто вот, надо же какую-то цель наметить, к которой идти. Цель наметить, к которой уничтожит всю промышленность США. Это ваша цель. Вот. Уничтожит практически здравоохранение в Соединенных Штатах Америки. Это ваша цель. Вот. Ну, значит, единственная программа, которая есть, это от Ту Трампа, от Ту Трампа, давай Трампа. Я не думаю, что кто-то из них верит, что они выиграют Ту Трампа в 2020 году. Вы знаете, у меня порой складывается впечатление, что вот весь этот клуб сумасшедших выставлен специально для того, чтобы на их фоне такой не очень далекий человек, как Джо Байден, показался здравомыслящим и нормальным человеком. Давайте мы примем звонок, а потом вернемся и продолжим. Добрый день. Добрый день. Могу говорить? Да, пожалуйста. Я очень благодарен вам, Леон. Вы даете мне больше удовольствия слушать вас просто. Я в восторге от вашего выступления. У меня вот такой вот отникло вопрос. Вот в среду, в среду Байден собирается объявить, что он будет балортироваться с президентом. Мне кажется, что это подготовлено Обамой. Они это все делают. И он возьмет к себе напарники, то есть с президентом, Мишель Обаму. Это, по-моему, вот так мне пришло в голову. Они запланировали. За счет этого никто против Обамы не пойдет. Как вы думаете? Я вас послушаю. Параде. Да, спасибо. Вы знаете, вопрос Мишеля Обамы как вице-президента, естественно, возникал и возникает. Мишель Обаму, может быть, готовят для того, чтобы выставиться в президенты в 2024 году. Я не думаю, что в 2020. Да, это был бы большой, так сказать, как бы, так сказать, скачок энтузиазма, да, как бы, так сказать, обратно Обаму получить в Белый дом. Но проблема-то в том, что Байден, так сказать, не самый любимый кандидат обамовский. Я абсолютно не верю. То есть, все может быть. Кто я такой, чтобы, так сказать, знать их внутренние дела, да. Но я абсолютно не верю, что Обама за Байдена. И даже если Байден забросит ему такую удочку, я не знаю. Есть люди, с которыми, там, скажем, с моей точки зрения, Мишель, если она захочет пойти на вице-президентское, что я опять не уверен, что она захочет, значительно лучше бы, так сказать, как бы смотрелось и т.д. вместе. Дело в том, что у Байдена есть несколько темных, очень серьезно темных пятен, которые, я думаю, вытащат демократы еще до того, как появятся республиканцы. Но если даже не вытащат демократы, то у него есть несколько, ну, серьезно проблемных вещей. Первое – это совершенно непонятная история с Китаем, когда его сын полетел с ним в самолете в Китай в 2013 году, когда должны были говорить об этом острове, который они насыпали, потом потребовали, чтобы самолеты не летали там в нейтральных водах рядом с Китаем и т.п. Байден полетел туда урегулировать этот вопрос, взяв с собой своего сына Ханта. Значит, второй сын у него погиб. Значит, а этот такой, ну, такой бездельник, закончил его юрист, а особенно там ничем не занимался, был лоббистом в Лас-Вегасе, индустрии игрной. Вот. Вернувшись обратно и ни о чем не поговорив с китайцами, то есть, ну, ни о чем совершенно. Значит, через полторы недели на счет Байдена-младшего Хантера, на вновь открытую инвестиционную компанию, никогда в жизни не занимался инвестментами, упали полтора миллиарда долларов из Китая. Полтора миллиарда долларов из Китая. Вот. Теперь, значит, через четыре месяца после этого Байден полетел на Украину, разруливает там всякие вопросы с украинцами и почему-то, о удивление, в его самолете опять летит его младший сын Хантер. И через месяц после возвращения с Украины с ним подписывают договор, что он будет членом Совета директоров и консультантом по закону, там, внутренним украинским законам, одной из самых больших энергетических компаний Украины, и за это ему в течение 16 месяцев платили по 166 тысяч долларов каждый месяц. 166 тысяч долларов каждый месяц, 16 месяцев. И вот за это время происходили всякие забавные вещи, типа когда против этой компании генеральный прокурор начал дело, то Байден полетел в Украину, потребовал, чтобы генерального прокурора сняли и сказал, у вас есть шесть часов, а если в течение шести часов вы не снимете генерального прокурора, то вы не увидите миллиарда долларов, которые мы вам обещали. Вот. Значит, откуда мы это знаем? А он же любит ляпать. Он что-то вдруг ляпает такое, а потом не может из этого вылезти. Так вот, два месяца назад, рассказывая на курсах в Вашингтоне, так сказать, политиков, как он там, так сказать, устранял и командовал Украиной, и он рассказал эту историю. Не больше не меньше, он же сказал, после чего украинцы после этого рассказа отзверели и прилетел сюда Луценко, генпрокурор Украины, сам, так сказать, не самый чистый человек на белом свете, но с кучей с папкой и документом, которые он передал Бару. Ну, случайно честный, старый, милый, добрый дедушка. Особенно он добрый к своему сыну. Вот NBC News сообщает о том, что плетущаяся в конце президентского пула гонки за президентское кресло Элизабет Воррен призывает Конгресс начать процедуру импичмента. Ну, им надо как-то выделяться. Пытается, да, поднять, разжечь, так сказать, поднять рейтинг среди своих полоумных новотрамперов, этих страдающих. Она самая полоумная, а пришла Указия-Кортес и Элизабет Воррен перестала быть самой полоумной. То есть, она даже этим не может отличаться. Есть более полоумные люди, чем она. Ну вот, давайте теперь поговорим вот о чем. Еще одну секунду. Насчет Указия-Кортес. Там два дела на нее, так сказать, как бы заведено, то есть под жалобы. По одно, по обману избирательного комитета о том, что произошло с 800 тысячами долларов из двух миллионов, которые они собрали с ее руководителем и избирательной компанией, куда-то они растворились. А второе, это о том, что ее пэк, так называемый, который ее поддерживал и который должен иметь никакого отношения к ней не иметь, она и сама и руководила. То есть, она была во главе этого самого пэка, и она же себя финансировала. Теперь мне хотелось бы поговорить немного о другом, о нелегальной эмиграции, о распоряжении генерального прокурора о том, что нелегалы, которых задержали, и кейсы, которых будут рассматриваться, теперь будут содержаться в детеншн-центрах до тех пор, пока их кейс не будет рассмотрен, что вызвало бурю. Ну и до этого президент Трамп как бы вышел с инициативы, или во всяком случае обсуждалась возможность отправить тех нелегалов, которых выпускают уже, потому что негде больше их содержать, там новые партии приходят, отправить их в города-убежища, что вызвало взрыв мозга у либералов, которые, так сказать, ратуют и говорят о том, что они с распростертыми объятиями готовы встречать всех, кто придет в нашу страну. Ага. Вообще у Трампа было несколько остроумных идей. Мне всегда нравятся остроумные идеи, они не всегда, к сожалению, законные. Но первая остроумная идея у него была следующая. Значит, любой человек, который посылает деньги в Мексику, должен протить специальный налог на постройку стены. Раз. По-моему, прекрасная идея, правильно? Вот. Собрали мы довольно быстро, долго, так сказать, отца, потому что мы на стену, потому что посылается где-то 30 миллиардов, если я ошибаюсь, каждый год. Люди, которые приезжают из Мексики сюда, или там Мексика, Гатемала, там, не знаю, Эквадор и тому подобное, они приезжают к нам сюда, работают и большую часть денег посылают туда-обратно, там, для семьи, для дома, для того, для сего. То есть они как бы типа, типа, так сказать, вот высланные семьей сюда работать. Это первое. Вторая, так сказать, остроумная идея была. Ребята, вы так хотите получить побольше нелегальных иммигрантов? Пожалуйста, вот скажите, сколько вы хотите, ровно столько получите или больше. Ну, это такое, честно говоря, мне не хотелось бы, чтобы они ехали в Калифорнию, потому что я здесь живу, потому что потом решили просачиваться во все остальные места, да? Вот. Так что это как бы запустить их на это. Была смешная идея, это просто запустить их на территорию Соединенных Шантов Америки, у нас здесь границ нету, да? Вот. А, значит, еще одна смешная идея, которая, так сказать, просто в шутку как бы, так сказать, буссировалась, это почему бы, значит, вот человек, который демократ, который считает, что надо брать 70% налогов, пусть платит 70% налогов, кто считает, что 90%, пусть платит 90%, кто считает, что 35%, пусть платит 35%. То есть ввести волонтерское право платить налоги. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Спасибо за передачу, Леон. Я хотел ваше мнение относительно такой остроумной идеи, по-моему. Значит, группа инженеров, экологов, экономистов выдавала идею построить вдоль граничной стены технозону. Ну, вы, наверное, может быть, слышали об этом. Вот интересно. И как будто вы со временем это все окупится. Будь добры. Я извиняюсь, я не знаю эту идею. Более того, я сейчас не понял. Вдоль всей границы построить технозону у нас, по-моему, или знаю, там несколько тысяч миль, Сережа, да? Сколько там? Три-четыре тысячи миль. Да, более двух тысяч миль. Да. А, то есть или в каком-то конкретном месте и что? Я просто не понимаю. Окей. Ушел вот наш, да? Да, к сожалению, отключился. У нас есть еще минута времени. Если у вас по-прежнему есть вопросы, 847-400-5200. И если успеете дозвониться, то ли он постарается ответить на ваш вопрос. Ну, в общем, самый последний ваш, там, калифорнийский, подключился к президентской гонке, Рик Сволвелл. Да, это просто, это совсем. Он просто хочет, чтобы имя знали. Вот и все. Больше ничего. Ни денег, ни поддержки. Просто я, 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 я. И сейчас высказывают всякие мысли, чтобы все знали, кто он такой. Мы же не имеем ни малейшего понятия, не имея его, так сказать, ни физиономии. А сейчас его все показывают. Чем более идиотские идеи он высказывает, тем больше его будут показывать. Ну и ладно. Ну и бог с ним. Ну, а основная, основной лозунг. Вот когда, так сказать, республиканцы делали свои дебаты, да, я не помню, сколько, 10 человек стояло, да, а те, кто не попали, на втором дебате были, там еще там 6, да. Вот. Я не помню, точно 10-12. Сделают все то же самое, и никто не будет смотреть. Мы смотрели те дебаты вторые. Исключительно потому, что там был Лесли Грэм, было интересно послушать, что он скажет. А все остальное никого не волновало. Хорошо. Ну что ж, Леон, еще раз с праздником вас. Всего вам самого-самого. И еще раз скажу вот эти заветные слова. Хаксовые. Доброго праздника. Хорошего праздника вам всем. И всем, кто празднует его, кто не празднует, все равно очень хороших и выходных, и вообще, чтобы все было в порядке. Субтитры сделал DimaTorzok